Вот в этом, со своим пониманием, мне чужого понимания не надо. Благодарю сердечно. Ну какое свое? Понимание должно быть правильно, иначе в ересь пойдешь. Правильно это в вашем понимании оно правильно, а в моем по-правильному другое. Если бы правильно Евангелие все понимали одинаково, то была бы одна религия, одна секта. Одна секта была. А так и много, значит и пониманий много, значит недоходили в Бог Христу. Я вам поясню, что мы понимаем так, как истолковались святые отцы. Это как вы поняли, не как истолковали, а как вы поняли. Нет, нет, мы не толкуем. Написано, блаженный Афеопилакт, он берет из Златоуста, 4 век. Церковь признала их, они имеют право толковать. Одних Бог избрал, написано Кефесянам, что избрал, говорит, апостолами, пророками, в третьих учителями. Это учителя, мы-то не учителя. Почему, как много говорить об Евангелиях, лучше любить, как Бог любит нас всех. А говорить-то можно много чего. Можно говорить, читать. Вон евреи ходят и читают, они добрее не стали. А вот христианство, да, она такая, конечно, Христос учил любви Христовой. А не книжечки читают. Книжники и фарисеи, говорил вы. Книжники да фарисеи. Все вы с книжками ходите. Лучше любите друг друга. Ну как любить? Обнять друг друга и сидеть на лавочке? Зачем обнимать? Не надо втыкивать, когда вопрос не задают люди. И говорить, вот мое понимание праведное. У нас нет понимания нашего. Я еще раз повторяю. Мы свое не говорим. Так истолковались святые отцы с первого века. Зачем вы говорите, если не знаете? Вот был ребенок, который... А вы в какой церкви? А вы в какой церкви? Ребенка брал Христос на руки и говорит таковых. А вы в какой церкви-то трактуете? Мы православные христиане. Единственная церковь. Я православный христиан. Во! Вы если зайдете на наш ресурс... Он батюшка, он батюшка на свой. Зачем? Лучше поговорить, расскажите о жизни чего-нибудь. Мы псалтур читаем, и батюшка у нас в храме есть. И вот лучше человеку рассказать, как жить хорошо с любовью-то в душе. А псалтур мы сразу почитаем. Значит, вы не нуждаетесь в этом? Не, не нуждаюсь я много. Я столько, сколько я читала, так дай Бог, каждый православный христианинке прочитает столько, сколько я перечитала за эти 20 лет. Ну вот говорите, что я понимаю так, как я понимаю. Это говорят только еретики. Православные не могут понимать, как ему вздумаются. Вы уже еретики написали. Нет. Как можно на другого человека говорить вот такое? Не судите. Не судите, да не будете судимы. А то судить впервые видят вас от все. Ох ты, еретик. Откуда вы знаете? Я дитя говорю. Я вам говорю, что православные не понимают, как ему вздумается. А вы не слышите. Женщина должна молча учиться. Жене учить не позволяю не властвовать над мужем. Вы помолчите? Не помоляю. Задачу учить. А жена-то учится в безмолвии. А учить не позволяю, Павел говорит. Ой, вот это от того, что вы только так понимаете это. От того и делится это. Да я не понимаю это. Так Павел сказал. Вы спорите с Павлом. Это Бог так установил. А вы рядом с Павлом там были. Он с любовью говорил. А вы говорите с гордыней. Вы это уже дальше с гордыней, с корзиной. Вы должны быть в платке и молчать. Платок наденете и молчите. Я вам скажу, что такое. Да, сейчас я платок еще надену. Вы лучше посмотрите. Вот там сейчас рулетки. Что они там без одежды показывают. Их учить. У вас мужа нету, наверное. Мужа нет, наверное, да? Мой год за мужа уже который год. Ну так вот какой год. А муж был бы, он бы вам корот удал. Сказал бы, баба, молчи. Перед вами мужчина, говорит. Ну что-то он меня бил-бил, а умер сам. Значит, у нас соседка была. Хоть оглобля и белая, на мужа не слушалась. Так, а чем Павел, то раз такой он правильный был, был такой неправильный? Павел запретил женщине разговаривать, учить мужчину. Сейчас. Я еще буду молчать. Чего это ради? Я в своем доме сижу и буду молчать. Любить я имею право. Я не имею права говорить с ненавистью. Вот. А говорить я имею право. Я на то любовь, понимаете? Апостол Павел говорит, учить жене не позволяю. Вы не слышите? Научите сейчас, пока говорим, замолчать, ни слова не сказать. Попробуйте. А почему? Почему? А вот это уже демон рот разрывает тогда. Я почему? Почему? Женщина погубила мир. Апостол Павел говорит, через нее все мы умираем. Через женщину. Значит, вы учили со злостью. А надо с любовью, как старт. Вот это с любовью, вопреки Павла, вопреки Библии, с любовью, с любовью. Это сатана научает так. Апостол говорит. Вы же брат у меня, а я ваша сестра. А смотрите. Вы должны с любовью говорить. Ну я говорю вам. Вы меня плохой. Но вы даже говорить не можете. Послушайте. Послушайте. Апостол Иуда говорит об этом. Если апостол Иуда сказал об этом, мы должны прислушаться. Любите вы и фарисеи. Любить не умеете. А все книжками, книжками учите. Где ваша любовь? А брат? Вот это называется любвисты, которые обманывают себя. Любовь к слову, ко Христу. Христос запрещает. А я люблю, по-своему буду делать. Ты мужа любишь, а я по-своему буду гулять на стороне. Я мужа люблю, у Сижова люблю. Я 20 лет монашка в миру. О! Наденьте платок тогда. Наденьте платок от своего монашка. Что по-ранжу мне, скажите, мешок. Правильно. Вот они сохраняют. У них до брачной ночи 100% сохраняют. Вы можете брать. А у нас в 7 классе уже девушку не найдешь. А любви-то у вас уже и нет. Да вы любовь не определяйте болтовней. А прислушайтесь внимательно. Любишь Библию Христа? Ни одного слова. Я не прошу, чтобы мне... Попробуйте, попробуйте молчать сейчас. А зачем? Вот это оно. Если вы не скажете, что-то интересное, я... А язык, говорит, никто укротить не может. А он исполнен смертоносного яда. О, ох, а не плотно. Это Яков говорит. Это Яков говорит. Апостол. Апостол. Апостол Якова, ей Богу. Понимаете как? Ой-ой-ой. Вы ни одно слово Божие не принимаете. Это как безбожница какая. Вы же расскажите. Где вы живете? Как вы... Вот смотрите. Смотрите, что? Что это такое? Книжа Бога. Это что? Ну так Библию и Егор тоже носят книжку. И все по этим... У них нету Библии православной. Нету православной. Вы про них ничего не знаете. Я чувствую тепла христианского от вас. Я чувствую любви. Вы почему молчать не можете? Задумались? Нет? Почему я должна молчать? А почему? Потому что это дьявол заставляет вас непрерывно трещать. А я дьявола не вижу. Вы научитесь молчать. Женщина заговорилась с дьяволом и погубила рост человеческий. Вы должна молчать. Вы не брат. Вы же брат мне. Хочешь ли я с братом? Соломон говорит. Женщина горше смерти. Ну это и все известно кто горше. Потому что мужчины не правят нас молчать. Вы каждое слово опровергаете. Это сатана только может опровергать Библию. Явыком лепичут, а любви тут в них нет. Понимаете? Увы, понятие любовь у вас только к трескотне своей. Больше ни к чему нету. Вы послушайте внимательно. Слушайте внимательно. Я не хочу, мне неинтересно то, что вы говорите. Я это давно читала. Считала? Я привел слова Христа. Вы опровергли. Я Павла. Вы опровергаете. Я вижу в ваших глазах злобу, а не любовь к Христу. Да вам не нужна любовь к Христу. Вы ее не знаете. Любовь только к языку, которому у короту нету. Вы можете говорить о человеке, все дети Божьи. Как вы можете говорить незнакомому человеку такой? Да вот так и сказать. Я прошу помолчать. Вам сколько лет? Мне седьмое десятое. А мне восемьдесят лет. Я за Христа... Ну и слушай внимательно. Я проповедник. Я проповедник. А мне седьмое осуждение. Вы не начинали. Вот это и есть. Вы не начинали даже путь Христов. Женщина. Откуда? Это Бог меня расходит. Мы не вы. Да как нет? Мы должны помогать друг другу. Вы? Так вы не... Я же не нуждаю. Я сказал вам молчать сейчас. Молчать. Вы платок не надеваете. Волосы стрижете. А женщина запрещена волосы трогать. Это счастье для нее. А я думала, что женщинам только не заосуждать их лица. Это говорит апостол Павел. Говорит, женщине волосы счесть. Вы апостола Павла слышали, он с любовью слова говорил. А вы говорите с собой, с горбой. Вот какой... Я с любовью говорю, пожалуйста, замолчите. Хорошая женщина. Я не хочу помолчать. Попробуй молчать. Вы мне расскажите что-то интересное. То есть вы не можете молчать. А неинтересно? Я не хочу слушать. Батюшка. Вы мне интересно что-нибудь расскажите. Расскажите, как вы пришли к Богу. Говорить вы не даете с любовью. Как я пришла. Зачем мне эти книжки? У меня листы бегают со всех сторон. Книжки вновь стычу. А любви-то нет. Я показал. Любви-то в вас нет. У вас любви никакой нет. Совершенно. Так вот вы мне с любовью расскажите. Я с любовью вам рассказываю. Христос умер за нас. И каждому показал, как быть. А вы перебиваете на полсловия. Вы на полсловия перебиваете. Он любви. Вам никто этого не скажет. Я же не спрашиваю об этом. Я спрашиваю, как вы пришли к Богу. Кем вы раньше были. Это мне интересно. Как брат. Вот вы расскажите, как обычный брат. Что вы с этой книгой как его. Я прошу вас, вам рассказать не надо. Вы не нуждаетесь ни в чем. Вам нужно только непрерывно трещать. Зачем вы это делаете? Зачем вы злитесь на меня? Вам зачем это нужно? Когда жены что-то молчат, Павел говорит. Учить не позволяю. Я не хочу. Павел говорил. Может, это он вам говорил, а не мне. Ну да. Он мне говорил. Написано, жены, жены да молчат. Не мужчине сказал. Вот пусть ваша жена и молчит. А я военнослужащая пенсионерка. Я привожу сама командовать. Поэтому ну что тут сделать? Вот так. Поэтому никакого отношения к христианству вы вообще не имеете. Вы к христианству отношения никакого не имеете. Понимаете? Если вы все время кричите, не слушаете мужчину, то вы никогда ничему не научитесь. Ну что же делать, если я была... А возьми вот так две руки вот так вот. Закрой. Попробуй подержать. Нет, я буду слушать тогда, когда вы будете отвечать на мои вопросы. Вот и держите. Я не могу отвечать, потому что вы не даете пару слов сказать. Вы мне сразу про Павла. Я спрашиваю про вас, а вы не про Павла. Я вам не нужен. Я говорю, что люби Библию. Я Павел далеко, и мы еще с ним может встретиться. Это может говорить только совершенно безумный человек. Безумный. На Павла. Он говорит, за каждое слово дадите отсчет в день суда. Так, все, пока. До свидания. До свидания. Так, подожди-ка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok